8 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе города Шибекино прошло 4-е открытое первенство Белгородской области по самбо среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу». Спортивные соревнования, будь то плавание, хоккей, волейбол, борьба или самбо – это всегда праздник. И совсем не важно, кто соревнуется – опытные профессионалы или начинающие свой спортивный путь ребятня. Мероприятие было посвящено Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и перед торжественным открытием соревнований была объявлена минута молчания. Открылось первенство гимном Российской Федерации. Со словами приветствия ко всем собравшимся обратилась заместитель главы администрации округа по социальной политике Анна Кочарова. Вы на правильном пути, потому что вы занимаетесь национальным видом спорта. Этот спорт и вообще спорт, он помогает им прийти к победе. То ли это спортивная, то ли это какая-то победа в жизни, потому что с помощью форта вы закаляете свою силу, свой силы долга, вы закаляете свой организм. Я желаю вам доброго, новых побед, новых свершений и честной войны сегодня. Праздник у вас! Далее слово взял начальник управления физической культуры и спорта округа Сергей Белоусов. Слово, сломать и любви. Слово, сломать и любви, сломать и любви, что в этой первой штыре мы проводим такие крупные соревнования, и нам доверили администрацию проводения областных соревнований. Очень приятно, что такое большое количество мальчишек учебных занимается таким прекрасным годом спорта. Я хочу пожелать всем вам, конечно, успешных выступлений, чтобы мы сегодня на этой сервисе провели свои самые лучшие спортивные качества. Приятным сюрпризом в этот день стали подарки ветеранам-интернационалистам, приглашенным на мероприятие в качестве почетных гостей. Вручил их директор спортивной школы «Атлант» Николай Шибаев. В этот день за победу боролись 123 участника из 23 команд. Юноши и девушки проявляли несгибаемый характер, силу духа, упорство и настойчивость, доказывая себе, тренерам и своим болельщикам то, что на пути к победе преодолеют любые преграды. Даже проигрывая бои, самбисты получали неоценимый опыт для дальнейших турниров и соревнований. Ну а для заветной победы необходима не только полнейшая концентрация, но и умение в порыве схватки услышать подсказки тренера. Соревнования по самбо – это всегда зрелищно и интересно. Из года в год подобного вида турниры набирают все новые и новые обороты, а всероссийский проект «Самбо в школу» этому только способствует. По итогам соревнований третье место в лично-командном зачете у самбистов Белянской средней школы. Второе место завоевали спортсмены Шебекинской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов Белгородской области. Первое место заняли ребята Маслово-Пристанской средней школы. Победители и призеры первенства были награждены кубками, грамотами и медалями.